Всем привет. Ой, блин, залез я в краску. Видали, Лариса тут красит. Значит, что я хотел показать. Вот забор, этому забору уже 17 лет. Ну, красили мы его, может быть, один раз после этого. То есть он у нас был синий, стал коричневым. Я имею ввиду сверху красили один раз. Там-то мы, вот где Лариса сейчас красит. Привет. Здесь мы красили раза два за эти 17 лет, а здесь один раз. Вот, видите, появилась какая-то вот фигня. Я не знаю, плесень, не плесень, какие-то, мох, не мох. Вот такая же фигня у нас на шифере крыши за эти годы появилась. Ну, что я делаю? Беру и вот так вот все сошлифовываю. Сошлифовываю при помощи болгарки. Сейчас покажу, как это сделать. Ну, смотрите, на болгарке у меня тут такая шлиф-шкурка лепестками сделана. Я не знаю, как правильно она называется. Вот диск на болгарку. Тут вместо камня, корундового, стоит вот такая вот наждачная бумага лепестками. Ну, снимает нормально. И вот так иду, снимаю потихоньку весь забор и так далее. Сейчас, когда все сниму, вот эту фигню, буду сверху красить. Вот видите, сейчас буду красить серебрянкой. Значит, прочитал, что серебрянка хорошо защищает конструкции строительной, эксплуатирующейся на улице. Вот у меня красочка была черная. Место невидимое, поэтому неохота искать. Вот видите, серебряночка хорошо так сверху. Серебрянка это не что иное, как алюминиевая пудра, перемешанная с олифой. Ну, я вам скажу, оградка у меня, у отца на кладбище, ну лет 15 простояла в таком виде, то есть хорошо держит она атмосферная, атмосферостойкая, так сказать. Алюминий дает оксидную пленочку и поэтому сохраняет то, что под ним. Это так. Пока я наверху там чистил, убирал и подкрашивал серебрянкой, Лариса вот здесь вот покрасила и вот отсюда уже начала. Ну вот я и пришел на помощь. Мы погнали вдвоем. И Юра говорит, мы же сейчас грунтуем, и говорит, ну мы сменили имидж, я говорю, а самое главное, мне нравится, что он серенький. Ну да, это был коричневый. Ну мы прямо сейчас грунтуем, у нас, конечно, есть банка краски, но может быть мы оставим его серым еще раз прогрунтуем. Посмотрим. Ну вот, Лариса уже докрашивает, как всегда у нас уже на улице поздно, но у нас работает, работает весь день, видите, до самого поздно. А я присоединяюсь к ней, к нём на работе. Рабочие дела делаю, а сейчас вот помогаю. Он подшучивает на доме. Почему я подшучиваю? Ничего не подшучиваю. Смотрите, как она уже говорила, имидж. Наверное, ворота тоже серым. То есть подскажите, красить нам ворота серым или не красить? Не, ну у меня есть такое желание, но мы в прошлом году коричневый покрасили. Когда облезет, то мы, скорее всего, и выкрасим. Слушай, ну а что у него такие пеганые? Это же вот не пыль. Потому что солнышко, радиация. Солнечная радиация, да. Вот, коричневые ворота вот эти все наши. И вот, Лариса тут красит. Ну вот и все. Покрасили. Лариса, садовод-любитель. Там он сделала со своими цветочками. Сокультурила. Да. Выкопала для кладбища. Маме надо увезти. Посадить. Здравствуйте. Ты тут немножко, когда чистил, нагадил. Вот. На мусоре. Моя золушка тут убирает. Надо убирать. Видите, охота. Да. И терплю. А вот это я серебрянкой зафигарил. О, ну ты даешь, зачем? Не увидела, что ли? Юрик, ну ты вообще... Ну ты же на второй раз будешь красить? Ну, понятно. А это для сохранности я эту пену покрасил. Че ты такая? Ой, ну вообще молодец. Вот видите, тут пена была. Вот щели заделывала. И чтобы она хорошо сохранялась от солнечной радиации, я ее покрасил. А вот сейчас второй раз будет красить белым. И будет супер. Боже, сколько всего надо на этот свой дом. Знаете, ребята, мы с вами хотим поделиться. Не знаем, как у нас получится. Эту фанеру-то я мечтаю просто пристроить куда-то. И вот Юрий, говорю, он все хотел кирпичом выложить. Я говорю... Я сейчас хочу кирпичом. Зачем нам это надо? Давай фанерой обошьем, утеплителя туда вниз положим. Обошьем фанерой. А еще... Да дом и так теплый. Че был? У товарища был? У товарища это видео выйдет, я думаю, перед этим. Обшил себе, да? Да, рубероидом. Облагородил. Да, да, да. И ты говоришь, мы тоже так сделаем. Ну я может вставочку вставлю сюда. Да вообще супер. И в три раза дешевле, чем вот ухо. Ну а чем вот эта хуже этого? Да это даже лучше. Ты же не хочешь, не пинаешь ее. Там никто мечом по нему не колотит. Пойдем, а то делаем что-то. Отсмотрится она, конечно, красивее, шикарнее. Она даже лучше, чем так вот. Да, можно и дом, слушая, весь его отделать. Да, это фасад, да. Вообще классный. А сколько стоит квадратный метр? Ой, Григорьич, я тебя боюсь. Я надо таким сделать. Ну я знаю, что это в три раза дешевле, чем вот этого. Полностью все. Будет законченный вид хоть. Ну все, день закончен. Смотрите наше ТВ. Ивановый ТВ. Юрия и Лариса Ивановы ТВ. До свидания. Всем пока-пока. Представляете, девчонки и мальчишки. Сейчас пока там красили, я забыл, что кофе поставил. Видите, все выкипело. Это, наверное, больше получаса стояло. Сейчас Лариса увидит, она капец меня грохнет. Все, тихо. Заново поставил кофе. Лариса пока еще не видел. Не хочу говорить, пусть в видеоролике это будет сюрпризом. Все, всем пока. Всем привет, друзья. Вот так выглядит сейчас наш забор. Мы его покрасили коричневой краской. Сегодня на улице очень холодная погода. И как бы я это красила, когда еще воскресенье, по-моему. Ну, не помню. Вот так он уже простоял, высох. Краска, конечно, блестит. Грунтовка так не блестела. Ну, и на первый раз была. Еще бы на второй раз закрасить. Ну, уже выжились. Но нет. С красками со всеми. Еще во дворе столько всего покрасить надо. Еще вот эти вот окна. Надо белой краской покрасить. Тоже уже давно стоят. В общем, работы много. Юра вот там сверху на заборе сделал защиту. Он там все вычистил болгаркой. Показывал раньше. И прокрасил серебрянкой. И сверху вот такую вот защиту пластиковую, по-моему, придумал. Ну, ничего, что она серая. Другой нет у нас. Что теперь сделаешь? Ну, я думаю, сейчас более-менее нормально. Все цивильно. Не блешка. А это вот в прошлом году красили. Вот так вот выгорело у нас. Ну, не будем перекрашивать уже. Посмотрим, хотя как посредством будет. Пока сейчас не покупали коричневую краску больше. Всем пока-пока. Хорошего просмотра. Всем всего самого-самого хорошего. И хорошей погоды.